Решить проблему сохранения дубовой рощи в Гранном возможно только при совместной позиции всех надзорных ведомств, региональных и городских властей, жителей поселка и собственников земельных участков. К такому выводу пришли участники встречи, которую провел на месте депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Инициативная группа садово-дачного товарищества «Факел» направила коллективное обращение, цель которого – не допустить застройки лесной территории. Дубовая роща уникальная, дубы хорошие, место прекрасное, чистое. Но как-то под застрой отдавать жалко. У нас есть же много мест, где можно спокойно построить себе дом. Очень много достойных, хороших мест. И мы хотим, чтобы это было решено все законным путем. Проблема застройки Дубравы возникла в 2000-е годы, после того, как власти Новокуржевска предоставили участки в лесном массиве под дачную застройку. Тогда еще не был четко определен их юридический статус. На тот момент земля была не разграничена. И администрация в рамках закона оформила эти участки и представила тем, кто заявлялся на эти данные участки. В 2013 году уже удалось предотвратить вырубку деревьев. Однако сейчас роща снова оказалась под угрозой застройки. Споры продолжаются. Решение должно быть найдено с учетом мнений всех сторон. Один из предложенных вариантов – предоставить собственникам земли другие участки. Конечно, очень красивое место. И жалко будет, если мы его потеряем, и это уйдет под очередной какой-то поселок. В самые кратчайшие сроки надзорно-контрольные органы, прокуратура, Росприроднадзор, Министерство лесного хозяйства выработают единую совместную позицию, от которой, отталкиваясь, дальше мы и будем двигаться. Хорошо, что на сегодняшний день никакой стройки здесь нет. Это дает возможность нам для поиска правового механизма, того механизма, который должен устроить жителей и сохранить этот детственный уголок природы. Еще одну проблему Гранова обсуждали уже на встрече в мэрии Новокубышевска. Два года назад жители пожаловались на разлив нефтепродуктов рядом с их дачами, в результате которого образовалось мазутное пятно. Тогда удалось начать рекультивацию, но из-за разногласий между городской администрацией и подрядной компанией работы были остановлены. Споры сегодня продолжаются, но, по мнению депутата, это не повод прекращать очистку загрязненной территории. Мы нашли, как мне кажется, сегодня алгоритм, который позволяет оставшиеся участки земли, где не проходила рекультивация, и подрядчик с этим не спорит, путем корректировки ранее выполненного проекта выставить на торги, для того, чтобы уже в текущем 2021 году там тоже началась рекультивация. Уже в ближайшее время необходимо провести торги, чтобы определить нового подрядчика, который продолжит рекультивацию оставшегося участка. Олег Зверев, Сергей Баскин. События.